Приветствую вас. Ну, совершенно очевидно, что завалили вы на себя слишком много, совершенно очевидно, что, как бы, делать то, что вы должны делать вам не хочется, вот, и, как бы, соответственно, из-за этого возникает прокрастинация. То есть, прокрастинация, это, грубо говоря, когда человек на себя, вот, наваливает, наваливает, наваливает какие-то обязанности, и, в итоге, девок ничего не хочет, и, в итоге, получается, просто, что, как бы, куча всего, да, и, в итоге, собственно, человек на ничего не делает, себя обвиняет только, вот. Вот. Я бы здесь, на самом деле, как-то, обратил внимание на то, что, вот, человек себя обвиняет, да, как правило. То есть, вот, я такой секой, я вот столько всего должен сделать, не делаю, ай-яй-яй и прочее. Вот. Ну, мне, лично, мне кажется, что, вот, в первую очередь, нужно понять, для чего, для чего вам обвинение. Легче всего ситуацию с обвинением раскрыть через внимание к себе, через любовь к себе, вот. Т.е. если, к примеру, вы, вот, испытываете проблему, с, тем, чтобы, чувствовать себя значимой, чувствовать себя важной, И если вы испытываете такого рода трудности, то мне кажется, что обвинение здесь очень хорошее средство для того, чтобы получить желаемое через обвинение. И, на мой взгляд, если у вас есть с этим проблемы, то эту проблему нужно решать, чтобы не было необходимости обвинять себя. Понятно, что в обвинении есть и другая мотивация, в обвинении есть мотивация, связанная с агрессией, с невыраженной агрессией, с невыраженным таким вот. Явственным нет, то есть, когда человек будет говорить, нет, я не хочу, нет, я не буду, нет, 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 вот, есть, есть и такая проблема тоже. Но это нужно как бы уже смотреть, да, это нужно уже исследовать, потому что вот так просто на обскидочку так просто это не определить, так просто это непонятно. Вот, дальше, идём дальше, значит, приоритеты, ваши собственные приоритеты, крайне важные, крайне важные приоритеты, которые вы себе, ну, вы себе выставляете, да, то есть, то есть, то есть, то есть, приоритетные задачи, приоритетность задачи, которые вы себе выставляете, вот. Вот, и реальная способность, способность эти самые задачи выполнить, вот, а также определение того, чего вы действительно хотите, да, чего вы не хотите, потому что, ну, я не думаю, что для вас, прям, вот, будет какой-то новостью, если, там, к примеру, я скажу, что не очень сильно вы хотите делать все эти вещи, которые вы делаете, к примеру, да, то есть, я не думаю, что для вас это будет, будет, прям, ну, как каким-то открытием, потому что, вы сами, наверное, понимаете, что не очень вам всего этого хочется, вот, совершенно очевидно. И вот, собственно, здесь вся тонкость заключается, в том, чтобы понять, чего вы хотите из того, что делаете, что вам именно нужно из того, что вы делаете. Хочется, 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 хочется ли вам чего-то из того, что вы делаете, вот, знаете, такая вот история, это работа с приоритетами, это работа с здравой, адекватной оценкой, оценкой своих ресурсов, потому что, если ресурсы оцениваются неадекватной, если ресурсы оцениваются не здраво, вот, то ничего, ничего хорошего, как правило, из этого не получается, ничего хорошего, как правило, из этого не выходит, вообще, от слова совсем. Вот, поэтому, тут вот такой момент и, соответственно, такой ответ. Вот, ваш вопрос, Елена, да, как все наладить, он очень максимально общий, это максимально общий вопрос. Как все наладить, тут непонятно, хотите вы или не хотите, а, вот, поэтому для начала задайте себе вопрос, как все наладить, чтобы что, чего вы хотите, вот, и, соответственно, составьте запрос к психологу, вот, и когда, если у вас этот запрос к психологу будет, уже можно будет над этим самым запросом работать, вот, потому что сейчас описывает, по сути, выгорание, такое вот состояние эмоционального выгорания, вот, да, точно много всего, все делается через силу и постепенно вырабатывается негатив, потому что ты делаешь, даже при условии, что само по себе дело, оно может быть приятным, да, потому что когда-то, когда-то оно нравилось, но если чем-то заниматься, как бы, как бы, в отрыве от своих желаний, в отрыве от своих потребностей, то ничего хорошего из этого не получится. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.